Всем привет! Меня зовут Денис. Вы смотрите программу «Айти не обойти». Смотрите в этом выпуске. Технологии для бизнеса. Как «Айти» поможет в кризис. Работа мечты. Любишь играть? Люби и игры создавать. С наступающим! Время выбирать ультрасовременные подарки. В жизни любой успешной компании настаёт момент, когда она начинает беспокоиться не только о собственной прибыли, но и о развитии всей отрасли. И тогда появляются масштабные проекты, которые объединяют людей. «Чувашия» — одна из таких компаний «Инфолинк». Уже второй год она проводит межрегиональный форум об IT-технологиях в бизнесе. Конечно, мы не могли пропустить это событие. Если театр начинается с вешалки, то форум IT-Link начался с выставки. Ты ещё не успел попасть на мастер-классы, а уже окунулся в атмосферу цифровых технологий. Участники смогли прикоснуться к самым современным достижениям IT-индустрии. Мобильные приложения, системы защиты данных, смарт-ТВ, телефон, который работает через Wi-Fi. На мой взгляд, рынок IT сейчас бурно развивается. То есть, например, приложение WhatsApp — это просто мессенджер, просто отправляем какие-то сообщения. Было продано за 22 миллиарда долларов. В сравнении завод Porsche — 4 миллиарда долларов. То есть это вот сравним IT, облачный продукт, его не нужно хранить, производить, сотрудников каких-то масштабно нанимать. И завод, да, со всеми филиалами по всему миру. Ну, как бы, я думаю, что разница очевидна. И сейчас 21 век — это век IT-технологий. Все, ну, я думаю, главные деньги, да, заработки в этой сфере. На форуме работало три площадки. Деловую облюбовали руководители различных подразделений. Её основная тема — повышение производительности бизнеса. Директор интернет-агентства Максим Жуков, к примеру, рассказал о том, как в этом вопросе использовать социальные сети. Ему даже удалось наяву продемонстрировать успешный пример своей работы. В этом году мы, Насэнфолинк, собственно, организатор, который занимается организацией этого форума, нас пригласили в наше агентство в плане того, чтобы мы помогли им собрать людей на это мероприятие. Как раз вот, почему я, собственно, рассказывал в социальных сетях, именно при помощи социальных сетей мы это сделали. То есть, если говорить о том количестве людей, которые были на прошлом мероприятии, и вот о том количестве людей, которые были именно на этом мероприятии, Оно, могу сказать, что в разы выше. Следующая площадка стала местом сборки технических специалистов. Здесь докладами выступили известные российские международные компании Юнифи, Зиксель, Колон, Трендмикро и другие. А за этой дверью расположилась новая площадка «АйТи и власть», которая приковала интерес директоров предприятий. Сегодня я выступил по теме «АйТи и свободной конкуренции», то есть каким образом сегодня в России пропагандируются принципы свободной конкуренции и про антивнопольное регулирование «АйТи» сферы и в целом антивнопольной политики в стране, которая реализуется уже 25 лет в России, и какие в сфере «АйТи» сталкиваются при этом вопросами антивнопольной политики. Казалось бы, информационные технологии – дело молодых и продвинутых, но в таких суждениях можно сильно ошибиться. Я думаю, что для молодых – это для тех, кто решил себя посвятить этой сфере. Это ведь целая отрасль фактически. Ну а все остальные, независимо от возраста, так или иначе, с этими технологиями связаны. Они их просто вынуждены осваивать, потому что без этого сегодня никакой вид деятельности в полноценном виде невозможен. Так что здесь уже возрастные рамки не имеют значения. Обсуждение было очень интересное, и времени явно не хватило. И явно чувствуется, что это обсуждение нужно продолжать в рамках уже других площадок, в том числе вновь организованных. И также мы видим, что в отличие от многих других отраслей, в IT-отрасли в Чувашии нет организованной площадки для постоянного обсуждения этой тематики. И мы видим, что есть такая потребность, что есть запрос и у общества, и у власти, и у IT-рынка для того, чтобы эта площадка была и постоянно функционировала. Главная идея форума – собрать в одном месте всех заинтересованных, обменяться мнениями. Возможно, многие из присутствующих конкуренты, но даже они видят выгоду в партнерстве. Не зря говорят – вместе можно добиться большего. Кем вы мечтали стать в детстве? Самые популярные ответы на этот вопрос – космонавтам, врачам, учителям, артистам и продавцам. Странно, почему дети не мечтают стать дегустатором шоколада? И никто к тебе не придерется, что ты ешь много сладкого. Или испытателем водных горок. Такой профессии любой позавидует. В следующем сюжете мы расскажем о людях, у которых детское развлечение превратилось во взрослое, а потом и вовсе стало их любимой работой. Слона-то я и не заметил. Сказал бы, практически каждый чебоксарец, когда узнал, что в нашем городе есть компания, которая делает популярные во всем мире компьютерные игры. На их логотипе красуется тот самый слоник. Компания Elephant Games 12 лет назад появилась в Ёжкороле. Сегодня ее филиалы работают еще в четырех городах России, в том числе в Чебоксарах. Мы делаем игры для персональных компьютеров и для мобильных платформ. То есть для телефонов, айфонов и прочих гаджетов. Аудитория разная, зависит от игры непосредственно. То есть у нас есть два основных жанра. Это жанры хо-игр, то есть это поиск предметов. Вот квесты такие. И есть жанры фри-то-плей, то есть это игры с обстроенными покупками. То есть скачать игру мы можем бесплатно, играть в нее, но если мы хотим какие-то там улучшения, усиления, хотим побеждать всех, то там уже требуются какие-то финансовые вложения небольшие. Игры делятся на огромное количество жанров. Бродилки, файтинги, стрелялки, стратегии, приключения, головоломки, музыкальные, спортивные игры, симуляторы. При этом сложно сказать, какие из них популярнее. Каждый выбирает по вкусу. Компьютерные игры могут создаваться на основе фильмов и книг, а есть и обратные случаи. В США они даже признаны отдельным видом искусства. Интересно, что игры, разработанные в Elephant Games, сначала выпускают на Западе. Там за такие развлечения готовы платить больше. Но и российские пользователи любят компьютерные игры не меньше. В этом офисе уж точно собрались самые ярые геймеры. В рабочие часы они создают игры, а в свободные минуты в них играют. Неужели это не может надоесть? Видимо, нет. У нас есть определенный портрет человека, который не то чтобы мы их специально отбираем, они просто другие не приживаются здесь. У более, например, молодого специалиста, но с горящими глазами, с желанием учиться, у него шансов здесь остаться и работать успешно, продолжать. Ну, на самом деле, намного больше. Сотрудник игровой компании должен постоянно учиться. Индустрия меняется с колоссальной скоростью. Месяц одно, а через месяц другое. Не успел – ты уже не в тренде, и твои игры никому не интересны. Над созданием игры трудятся художники обязательно, дизайнеры, которые рисуют всю графику. Также трудятся 3D-художники. Они занимаются моделированием каких-то объектов, персонажей, сцен, мира и так далее. Также у нас трудятся программисты, которые все это дело собирают. Но не стоит забывать, что также есть отделы. Например, это отдел сценаристов, которые все это придумывают, все это пишут сначала. Вот, всякие тексты, чтобы вы там читали, радовались, улыбались и так далее. Также у нас есть отдел звукорежиссеров, которые все это озвучивают. И отдел тестирования. Там сидят злые дядьки, которые пытаются всячески сломать твою игру, находят в них баги. И когда мы эти баги правим, мы уже отправляем издателю, например, первый уровень. Нам говорят, ой, все круто, давайте делать второй. И весь этот процесс начинает зацикливаться, и опять писатели пишут, художники рисуют, моделеры моделят и так далее. На создание одной игры уходят месяцы, а иногда годы. За 12 лет Elephant Games выпустили 60 проектов. Традиционно к Новому году появляется игра про рождественских котиков в любимых интернет-персонажах. Настоящие геймеры – народ придирчивый, поэтому игры должны быть идеальны во всем. От прорисовки персонажей до сценария. Приятно, что в Чувашии есть специалисты, которые умеют это делать. Известный кинорежиссер Фредерико Феллини говорил, что на свете, вероятно, есть взрослые люди, но он их не встречал. Эти слова особенно вспоминаются в предновогоднюю пору. Кажется, весь мир настроился на волну праздника и волшебства. Взрослые дети дружно думают лишь о Дедушке Морозе, Снегурочке, подарках и, конечно же, елке. И мы решили к ним присоединиться. Ага, попалась! Пап, мама прячет здесь подарки каждый Новый год. Я точно знаю! Вот! Индийская электроника сегодня переживает настоящий расцвет. Производители этой страны выпускают продукты, которые способны конкурировать за внимание даже самого продвинутого пользователя. Новый смартфон от индийской одноименной компании Micromax Bolt D303 оснащен двухъядерным процессором и работает на привычной многим платформе Android 4.4. Несмотря на то, что уже вышли и Android 5, и Android 6, именно Android 4.4, KitKat остается самой популярной версией этой операционки. Она установлена примерно на третий Android смартфонов. Корпус Micromax Bolt D303 Megafone выполнен из пластика. Выглядит просто, без лишних изысков и весьма симпатично. Расположение кнопок и разъемов можно назвать традиционным. 4-дюймовый экран. Он небольшой и легко поместится даже в детской руке. Разрешение 480 на 800 пикселей. Это именно то, что нужно нетребовательному пользователю. Micromax Bolt D303 Megafone создан для решения повседневных задач. Объем оперативной памяти небольшой – 512 МБ. Но такого железа достаточно для быстрого запуска простых приложений и даже для работы в многозадачном режиме. Хотя смартфон и проходит по категории бюджетных, у него все же две камеры и два слота для сим-карт. Он станет универсальным девайсом начального уровня для тех, кто только знакомится с техникой под управлением Android. Отличное устройство для школьника по цене 1990 рублей и тарифные опции InternetXS с оплатой на несколько месяцев. Пап, а это что такое? А это уже мой подарок маме. Для тех, кто повзрослее, и аппарат должен быть посерьезней. Смартфон Micromax Q415 с поддержкой сетей LTE создан на базе четырехъядерного процессора и оснащен быстрой оперативной памятью в 1 ГБ. Его удобно использовать для общения в соцсетях, серфинга в интернете, просмотра видео. Поддержка 4G обеспечивает скорость до 100 Мбит в секунду. Фронтальная камера на 2 Мп и основная на 5. Можно делать четкие фотографии и снимать видео в формате HD. Комплект, который вы можете приобрести в салонах Мегафон, включает смартфон Micromax Q415 по цене 2 990 рублей и тарифную опцию InternetXS с оплатой на несколько месяцев. Ага, ну раз такое дело, я вам подарок для всей семьи покажу. А там приложение Мегафон ТВ, с помощью которого можно смотреть киноновинки, сериалы, спортивные трансляции и более 130 каналов в любое время и в любом месте. Кроме того, часть контента уже включена в тарифные планы линейки «Все включено», а тариф мобильного интернета для абонентов Мегафона не тарифицируется. Например, абоненты тарифного плана «Все включено М» в качестве бонуса получают возможность ежемесячно смотреть два фильма. Понравившийся контент можно приобрести отдельно, выбрать фильм или подключить ТВ-пакет. Причем воспользоваться сервисом может клиент любого оператора. Для этого нужно зарегистрироваться на сервисе, используя номер телефона. Телевидение можно смотреть через мобильное приложение на телефонах и планшетах, через приложение на телевизорах Smart TV или через сайт с компьютера или ноутбука. На смартфоне удобно просматривать свежие новости, с планшета следить за спортивными трансляциями, поворотами сюжета любимого сериала или показывать мультфильмы детям. А дома, устроившись на удобном диване, смотреть через Smart TV последние киноновинки. Доступ к сервису Мегафон ТВ можно получить с пяти различных независимых устройств. При этом стоимость услуги не изменится. Все платежи привязаны к балансу мобильного телефона, поэтому клиенты Мегафона могут оплачивать фильмы или подключать ТВ-каналы в один клик и без дополнительной комиссии. Как начать пользоваться Мегафон ТВ? Во-первых, устанавливаем приложение из магазина iOS, Android, Samsung, LG или используем сайт megafon.tv и регистрируемся по номеру телефона. Во-вторых, выбираем контент для просмотра. Переходим с главной страницы на интересующий материал. Ищем через поиск или раздел рекомендации. После регистрации для тех, у кого контент предоставляется в рамках тарифного плана, оплата не потребуется. Для остальных приложение предложит оплатить контент путем списания со счета телефона. Несколько кликов и все любимые фильмы у тебя на ладони. Ведь так хочется, чтобы в новом году было поменьше хлопот. Если бы пещерному человеку показали наши технологии, он бы принял это за магию. А если показать современному человеку магию, он, скорее всего, примет ее за технологию. Мы стали реалистами и хотим знать, как работают вещи. Но, может, немного веры в чудо не помешает? Особенно перед Новым годом. Счастливых вам праздников! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова